Здравствуйте, товарищи! Подошел к концу очередной учебный год Красного Университета. Это уже седьмой у нас выпуск. Мы рады, что такое количество слушателей дошло до конца. Не каждый год такое бывало. Очень приятно видеть вас всех на экзамене. И слово для приветствия предоставляется председателем нашей экзаменационной комиссии профессору Козенову Александру Сергеевичу. Да, действительно, не каждый год. Сегодня экзамен, последний, выпускной, ответственный, своего рода тест. Но я думаю, что главный тест вы прошли. А именно, как правильно сказал Ильин Борисович, дошли до финала. Это не у всех получается. И мы спокойно к этому относимся. Что в начале года придет народу много, до конца доходит относительно немного. Почему? Потому что это очень сложные материи. Довольно длительное время. И товарищи в значительной мере самостоятельно это осваивают. Это не всем под силу. И то, что вы этот тест выдержали, это говорит о том, что у вас и развитое сознание, ум и воля значит овладеть серьезными материями. Поэтому, ну, это можно только поддержать, поприветствовать и пожелать, чтобы сохранили вы эту способность или эти способности и дальше. И я бы хотел в этой связи обратить внимание на одно также свойство нашего ума и умственной способности, и учебы, и жизни вообще. А именно, свободы. Свободы мышления. Вот. О свободе вообще, о политической, общественной, много говорят. Вот. О свободе мышления никак не говорят. Хотя, Гегель говорит о свободе мышления. И более того, этим заканчивается, если кто смотрел, объективная логика. То есть, движение категории заканчивается. Свобода. И понятие начинается со свободы. И само есть свобода. То есть, когда человек доходит до понятия, он входит в область свободы мышления. И, в общем, вам это нетрудно понять, если кто знает, что такое свобода. Что такое понятие свободы? Свобода-то что такое? Осознанная необходимость. Осознанная необходимость. Государственная необходимость. Да. Если взять с практической точки зрения, свобода – это деятельность с сознанием дела. Ну, с осознанностью в делах. Значит, осознанная необходимость. То есть, если мы действуем в соответствии с необходимостью, тогда мы свободны. Так же и умышлением. Когда вы мыслите в соответствии с необходимостью умышления, с необходимостью движения самого предмета, в соответствии с необходимостью движения самого предмета, тогда вы, значит, обретаете свободу мышления. Свободу от всякой суеты, от других мнений, от всяких обстоятельств, от представлений, главное. Вот эту зашоренность сознания, отягощенность сознания разными превходящими обстоятельствами, в свое время, в 17 веке, открыл Фрэнсис Бэккон, английский был такой канцлер, лорд-хранитель печати, и философ по совместительству. Выдающийся, кто высшее образование получал, в высшей школе его вспоминают. Значит, у него там четыре стихии, которые мешают сознанию. На самом деле их значительно больше, это он выделил довольно основные. Особенно в наше время много, одни только мнения, информации разные, фальшивые, ложные, фейковые, какой угодно, и противостоять этому – это задача непроста. И, конечно, кто достигает вот этой свободы мышления и понимает, в чем тут дело, и что это такое, и как, значит, с этим бороться, тот, ну, в каких-то более выгодных обстоятельствах. И я думаю, что вот раз вы прошли вот эту школу, несмотря на тяжелое обстоятельство, целый год, вот в этой стихии мышление, мышление довольно такого отвлеченного, абстрактного, хотя и конкретного в то же время. Конкретный – это что такое? – А это как экзамен уже? – Да, 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 экзамен уже. – А абстрактное? – Тогда абстрактное – что такое? – Одностороннее. – Одностороннее, отвлеченное от чего-то, да, предмет, он многосторонний конкретный. А когда мы что-то от него отвлекаем, извлекаем и рассматриваем какую-то отдельную сторону, мы и рассматриваем абстрактно. Поэтому, что такое конкретный? Конкретное – это единство противоположного. В прошлые годы там Скорблеевнец, его современники, они определяли конкретное единство многообразных определений, и они рассматривали многое в одном, как поставил этот вопрос Платон. А Гегель уже понимает абстрактное, как единство не просто многообразного, а противоположного. И в этом смысле первая категория становления, вот она и есть, и первая конкретная категория. Почему? Потому что она единство противоположного, бытие и нечто. Так что, вот вы, пройдя вот этот путь, главный экзамен сдали. Ну, а сегодняшний, я думаю, что вы все подготовились, посчитали. Значит, никаких особых проблем он для вас не составит. Другое дело, что нужно чувствовать себя свободно, раскованно, смело. Говорить то, что вы думаете, как вы считаете. Родилась новая философия. Да, если есть способности, то, пожалуйста, развивайте новую, хотя это трудно. Вот с таким пожеланием я обращаюсь ко всем. Особенно первым товарищам, которые вызовутся первыми отвечать. Первые в качестве награды получат книгу. Фамилия, имя, отчество. Мордынов Евгений Николаевич. Вопрос первый. Определение и понятие. Ну и понятие, как снятая сущность. Определение. Это качество, которое есть в себе, в простом нечто. И сущность, она находится в единстве с другим моментом этого нечто. В нем бытие. Давайте разбираться. Что есть бытие в себе? Бытие в себе – это равенство с собой. А в нем бытие – это момент, который не дает нечто перейти в иное. Оно борется с переходом нечто в иное. И, соответственно, воздействует на окружающий мир. А понятие? А понятие? Понятие. Понятие – это снятая сущность. А сущность – это, соответственно, снятое бытие. Вот. Что есть снятие? Снятие – это отрицание. Но с удержанием содержания. Содержание. С чего? С удержанием содержания. Вот. Поэтому у нас выходит, что понятие – это отрицание, отрицание бытия. Вот. А при двойном отрицании у нас происходит восстановление бытия. Вот. Причем восстановление бытия, обогащенного всеми переходами в предыдущих сферах наличного бытия и сущности. А определение понятия есть? А я сделал так, что я не сказал. Есть. Понятие есть снятое сущность? Да, может быть, нужно сделать несколько иные акценты. Вы рассказали определение определения, а я говорю про определение понятия. Определение понятия – это есть у вас. Ну, есть такое краткое, емкое определение. Ну, понятие это снятое. Это бытие, через которое просвечивает сущность. Понятно. Вы что-то хотите сказать? Понятно. Да, вот Гегель вот в этом томе о понятии несколько раз возвращается к определению понятия – понятия. И вот такого, значит, сформулировано как-то однозначно, как, скажем, мы говорим. Это у него в тексте есть там что-то снятое. А он несколько раз возвращается к определению понятия и, например, один раз говорит. Вот то, что здесь сказано – это и есть определение понятия. И попробуй разберись, что там есть такое определение понятия. То есть, это вещь такая, она непростая на самом деле. То есть, это, то, что мы говорим, это все-таки скорее характеристика понятия. А определение понятия, Гегель говорит в этом третьем томе, единство всеобщего, особенно единичного. И это тоже требует расшифровки, но это уже, значит, еще более такой глубокий план, до которого, конечно, мы обычно не доходим, но времени у нас не хватает здесь. Вот один вопрос будет. Да-да. Какие вопросы еще? Определение капиталистического производства и понятия стоимости. По первому вопросу, я думаю, что вопрос... А, ну хватит, да. По первому вопросу. Я могу еще раз ответить, там качество, там и определенность. Вот, в принципе, по первому вопросу. На ответ вы дали развернутые. На вопрос. Нет, да и как снято и собственность. Мы тогда дали капиталистическое производство. Капиталистическое производство есть товарное производство с использованием труда наемных рабочих и с присвоением прибавочной сложности. А, труда наемных рабочих на средствах производства, которые находятся в собственности у капиталиста. вот, но с частным присвоением прибавочной стоимости, как результат этого производства. Вот. Как я сказал, это товарное производство. Товар есть продукт труда, предназначенный для обмена. Вот. Соответственно, товары друг на друга меняются в какой-то пропорции. Вот. И в этом выражается уменовая стоимость товара, как способность товаров обмен с между собой в определенной пропорции. Вот. А что же определяет эту пропорцию? Вот. Очевидно, что в голодный год, там, еда, она стоит потребность в еде больше, чем в голодном выражании. Вот. И пропорция эта будет меняться от года в год. Вот. Соответственно, уменовая стоимость, она зависит от потребности общества в товаре. Это бы еще теорию стоимости излагать ей. Своё её понимание. Стоимости вообще. Ну, я сейчас, сменовая стоимость, потребительная стоимость. У нас задача проще, поднятие стоимости. Что? У нас задача проще, поднятие стоимости. Хотя, вот, можно её потом раскрыть. Сменовую, потребительную. Стоимость товара выражается в... А, исходит из, вообще-то, на необходимую... Это она выражается. А что она такое по понятию? Стоимость – это что такое? Какая сущность в ней просвечка? Стоимость – это овеществленный труд рабочего. Ну, можно и так сказать, да. Так, вот теперь-то и характеризуйте. Мерой стоимости в таком случае что является? В чём можно измерить стоимость? В абстрактном труде можно измерять. В абстрактном труде. А труд в чём измеряется? Кто будет подсказывать, будет отвечать на 6 вопросов. А если ещё есть твой вопрос? Спокойнее, спокойнее. Труд вы готовы? Труд вы в чём измеряете? В килограммах, в метрах? В чём труд измеряется? Ну, часа работы. Кстати, в килограммометрах он измеряется. Это работа. Работа, да. Работа. Работа. Вы разрешаете работу и труд? Я разрешаю. В рабочих часах. Потому что во время... Да, в рабочих часах. Да, да, в рабочих часах. Ещё вопросы? Вопросы есть по определению. Всё-таки определение как такового капиталистического производства. Я увидел описание, так сказать, ну такую вот расшифровку, описание. Да, да. А есть определение. Вы дали определение, которое годится и к определению производства феодального. А специфику капиталистического не подчеркнули. В чём суть именно капиталистического производства? сути в присвоении капиталистам прибавочной стоимости. И феодалистам прибавочной стоимости присвоить. А, ну тогда суть капиталистического производства, его главная характеристика в том, что это производство общественное, а прибавочную стоимость приславит капиталист. В этом и главное противоречие. Вы как-то замкнулись на вопросе стоимости, производства стоимости, прибавочной стоимости, это все очень хорошо, но вы правильно сказали, что капиталистическое производство это товарное производство, но дальше, а надо сказать Б. На какой стадии? Феодальное тоже товарное, но они отличаются, эти товарные производства. Вау, товарищи уже заметили, подметили. Но это, я вот уверен, что вы знаете. Да точно. Спокойнее. В чем особенность именно товарного производства при капитализме? Подсказка. Сколько их отличается от феодальной. Откуда приносится прибавочная стоимость? ТебеITA Джоредчукchen showed up See чувств, а именно Эту откуда нет, откуда тр volver? Откуда родится между меновой стоимостью и стоимостью? Откуда подменовой стоимостью? У меня нет. У меня нет. Какого? В какой степени такое? Ответれない. Возникает, хорошо, возникает. Это неоплаченный труд рабочих. Пр patienceku капиталистов. есть неоплаченный труд везде и при феодализме тоже неоплаченный труд. При использовании какого товара возникает прибавочная стоимость? Стоимость товара и рабочая сила. Товар и рабочая сила – это совагу? Нет, это определение производства, есть товарное производство с использованием труда наемных рабочих. На той стадии, когда труд становится товаром. Рабочая сила становится товаром. А еще стоит заметить, что при террористическом производстве рабочий продает способность к труду, а не сам труд. Так, ну ладно, что мы зацепились на этом вопросе. Третий, пожалуйста. Третий, будь часа от себя, тем лучше, что вы готовьтесь. Предсхождение государства – сущность государства. В обществе бытует мнение… Ну, в современном обществе распространено отождествление понятий «страна» и «государство». Ну, это является заблуждением. В принципе, у всех присутствующих в зале возраст позволяет еще помнить, что вот наша страна, государство еще менее 30 лет довольно-таки молодое, а памятник тысячелетия Руси вроде бы уже как установлен. Соответственно, ну, из этого можно сказать, что страна и государство, но не одно и то же. Вот, так, давайте разбираться. Государство – это общественный институт, то есть это инструмент эксплуатации, угнетения большинства населения, меньшинством, господствующим классом. Примечательно, что государство появляется вместе одновременно с появлением класса, подроблением общества-однокласса. И при первообытном коммунизме государство как таково отсутствует за его ненадобностью. Но при появлении первого рабовладельческого общества происходит деление общества-однокласса, то бишь класс рабовладельцев, это более сильная племена, и менее удачливая племена общины, которые были порабощены, становятся классом угнетаемым, то бишь рабами. И в обществе формируется запрос на регулирование отношений между классами. И государство – это общественный институт, который регулирует взаимоотношения классов. Появляются профессиональные воины, которые заняты, ну, как атрибуты государства, неотъемлемые, которые занимаются расширением экономического базиса государства за счет расширения территории ограблений и порабощения соседствующих племен и народов, как силы и внешние. Вот, насмотрщики, которые принуждают к труду и к работе, значит, рабов. Жители пульта, которые вещают среди подрастающего населения о превосходстве рода господ и ущербности породы рабов. Ну и вождь, как выразитель воли общественного класса. В дальнейшем… Прошу прощения, а вождей не было до государства? Вождь был, но… То есть вожди появились только с государством вместе? И общество не имело никакой организации вообще до государства? Ну так-то было. Но, так сказать, до рабовладельского общества те же самые воины, они, так сказать, были охотники воины по призванию, а тут происходит их специализация, что они ничем больше не занимаются, кроме как ведут войну, завоевательные действия. Вождь он раньше тоже был, но там вождь, там, в первоботно-обчинном строек, это был там носитель, там, знание, там, самый достойный член общества, а при рабовладении он становится выразителем воли общественного, господствующего класса. Ну, так называемый, так сказать, самодельный. Хотя сам он, на самом деле, не правит, а правит господствующий класс. Ну, пытаюсь продолжить. В дальнейшем государство меняло форму, подстраивалось под существующие объективные экономические базы и особенности культуры. Но сущность государства там оставалась неизменной, потому что там эксплуатация от угнетения господствующим классом, класса угнетаемого. Вот, то бишь там, что при переходе к феодализму, там, феодал эксплуатирует крестьян, там, при переходе к капиталистическому производству капиталист эксплуатирует рабочих, наемных. Вот, ну, к счастью, развитие философской мысли, вот, экономической теории дало человечеству понятие социалистического производства, в котором общественные богатства служат развитию каждого членов общества, свободному развитию. То есть, обществу, в котором отсутствует деление на классы. Вот, и задачей каждого сознательного гражданина стоит ли есть внесение пассивного вклада в строительство этого государства. Вот, до наступления коммунизма во всем мире. Все? По-моему, все. Это было от Себятина, я извиняюсь, если там, конечно, было антинаучное. Да, 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 вот, вот, от Себятина. Мое понимание. То есть, мы же все время настаивали, и я был в вступительном слове, что даем понятие, и в него смотримся, его развиваем, его, значит, не выпускаем из вида. А вы нам делитесь своими представлениями. Вот, были вожди, вот, были там неудачные, значит, они пошли там, стали рабами. И это все представления такие о древнем обществе. В значительной мере, ну, такие самостоятельные, самопроизвольные. Тогда как нас интересует понятие его развития, понятие государства и его развития. И я, кстати, я понятие-то, определение понятия государства как-то не услышал. Государство – это что такое? Инструменты угнетения эксплуатации одного класса распространяющего. Ну, можно и так сказать. А сущностью, что его является? Мне кажется, это его сущности есть, нет? Ну, это все-таки мы говорим о понятии. Так, а сущность, для сущности у нас есть особое родовое слово, да? Каждое понятие, каждое определение понятия состоит в основном, как правило, из родового слова специфическое отличие. Так вот, родовое слово для сущности государства – это другое. И вы его не назвали как-то так. И у вас получается, что сущность, она одна у всех государств. Она все-таки, она меньше изменяется, да? Но тоже изменяется со временем. И тоже… Ну, если у вас получилось в конце ответа, что классы уже исчезли, а государства еще и есть. Нет, я сказал, что надо строить социалистическое государство вплоть до наступления коммунизма во всем мире. Тогда оно отомрет, само собой, за не на пусть. Нет, этого не нужно. Значит… Ключевое слово-то какое в сущности государство? Ладно, не, не будем тянуть, у нас нет такого. Следующий ответ. А поясним, други, ему тоже, чтобы у него отложилось это на всю оставшуюся жизнь. Что? В сущности государства является диктатура господствующего класса. То есть, такая власть, которая опирается на волю господствующего класса. Не на законы, не на мнение, не на общественный запрос, о котором вы сказали. Это вот сейчас буржуазии говорят, это общественный запрос. Чтобы не платить зарплату, а общественный зарпрос. Или чтобы была маленькая зарплата. Это общественный запрос такой. Это обман трудящихся. В общем, диктатура не была нормальной. Да, и диктатура, значит, рабовладельческая диктатура – это одно. А феодальная диктатура – это другое. А диктатура буржуазии – это третья. А фашистская диктатура – это четвертая. А диктатура пролетариата – это пятая. Ну, а это все зависит от экономического и базиса. Да, это зависит от устройства общества. От базиса общества, конечно. То есть, и тогда мы находимся в русле теории, в русле понятий. А так это можно долго рассуждать. Что там был запрос, потом договорились, что нужен регулятор общества. Вот, в том-то вот неудачники стали рабами. Сейчас мы договорочные. А честные люди ждали, что вроде, значит, обещают реформу, обещают там социализм с человеческим лицом. Еще там какую-то ерундистику и фантастику. Доживем все. А? Доживем. Да, да. Так, какие предложения? Все это предложения хорошо, хорошо. Да, я тоже думаю, что хорошо можно его поставить. Ну, а поскольку он первый, подарить его книжку. Артемий Алексеевич. Вопрос из первого раздела. Тождество, различие, противоречие. Тождество, различие, противоречие – это категория сферы сущности. То есть, сферы, в которой всякое путие отрицается, снимается. Все три категории – это эффективные категории, то есть, являются формами рефлексии. Соответственно, они являются результатом отрицательного самодвижения, бытия в себе. Тождество – это простое равенство отрицательного в себе. Рефлексия, взятая со стороны равенства в себе. Но это не абстрактное тождество, которое взято в отрыве от всякого различия, не тождество, которое записывается как тавтология А равно А, а тождество различного. Да, тождество есть, тождество различно, а не ничего другого. Да, ничего другого, именно да. Различие – это рефлексия, взятая со стороны неравенства в себе. Соответственно, это неравенство отрицательного в себе. Но это не просто неравенство отрицательного в себе, а неравенство тождественного. Таким образом, и тождество, и различие подразумевают наличие друг друга. Соответственно, они есть в себе. Соответственно, каждая из них отдельная – это целая, которая содержит себя и свою предположенность. Соответственно, это очень важно понимать, что каждый из них есть целая. Таким образом, они оба просто разные. И оба содержат в себе как моменты и тождества, и различия. То есть, они есть просто разность. Моменты разности – это одинаковость и неодинаковость. Вообще, они безразличны друг другу. Но взятые вместе, они образуют единство – противоположность. Моменты противоположностей – это положительное и отрицательное. Положительное – это одинаковость, которая содержит в себе как момент неодинаковость. Отрицательное – это неодинаковость, которая содержит в себе как момент одинаковость. Моменты противоположности возразумевают существование друг друга и опять же, поскольку они содержат в себе и положительное и отрицательное, соответственно, они являются сами противоположностями. Однако обе противоположности, хотя они и отрицают в себе свою противоположность, момент соответственно в положительном и отрицательном, а в отрицательном и положительном, они не могут существовать друг без друга. И это создает противоречие, борьба и единство противоположностей. Спасибо, достаточно по этому вопросу. Вопрос второй. У меня тот же самый, что был у предыдущего товарища. Но, наконец, нам разъясняют. Определение капиталистического производства и понятия успеха. Да, мнение технического производства и понятия успеха. Хорошо. Поэтому он руку и тянул. Капиталистическое производство – это такая стадия развития талантного производства, на котором рабочая сила становится товаром. Вот и все. Хорошо. Основное общественное отношение капиталистического производства – это отношение эксплуатации наемного труда капитала. Основное противоречие капиталистического производства – это общественный характер самого производства и частнособственническое капиталистическое присвоение результатов этого производства. Основной закон капиталистического производства – Это закон стоимости. Вы нам понятие стоимости дайте. Я сейчас к ним иду с вами как раз. Понятие стоимости. Стоимость – это овесчисленное и материализованное в товаре труд товаропроизводителей, общественный труд товаропроизводителей. Этот труд, величина стоимости определяется количеством труда, который вкладывается в производство этого товара, измеряется рабочим временем. Общественная стоимость товара – это величина общественно необходимого времени, которое необходимо затратить на производство этого товара. А общественно необходимое время – это то время, которое требуется для производства данного товара в нормальных условиях производства на данном уровне развития при средней умелости и средней длительности труда товар производителей. Достаточно. Следующий вопрос. Из третьего раздела у меня вопрос. Советы и проблемы администрации государства. Как мы уже говорили, сущность любого государства это диктатура господствующего класса. При капитализме все общество разделено, разорвано на два антагонистических класса. В основном антагонистических класса это класс капиталистов, собственников и класс рабочих пролетариата. Госслужбующим классом, осуществляющим диктатуру, соответственно, является буржуазия. Когда класс пролетариата берет власть в свои руки и обобществляет собственность, обобществляет средства производства, уничтожая частную собственность, он уничтожает одновременно и класс буржуазии. Поскольку в новом обществе этому классу не противостоит никакой другой класс, то сам этот класс существует как исчезающий. Собственно говоря, в связи с этим, Ленин говорит, что социализм это уничтожение класса. Но пролетариат не может использовать буржуазное государство и его органы управления, он должен уничтожить буржуазное государство, уничтожить его органы управления, создать свое государство, создать свои органы правления. Поэтому органы подавления буржуазного государства, особые группы вооруженных людей, заменяются вооруженным народом, трудящимися классами населения, трудящимися мастерами населения. Чиновники низводятся до уровня простых исполнителей поручений, которые получают за свою работу среднюю заработную плату рабочих. Но самое главное, что парламентские учреждения заменяются на рабочие, которые называются советы. Советы – это коллективные органы управления, осуществляющие законодательную и исполнительную власть, состоящие из избираемых, ответственных и сменяемых любое время представителей. Ответственность и сменяемость исполнителей обеспечивается особой системой выборов. На нижнем уровне местные советы выбираются по производствам, по производственным округам. Высшестоящие советы избираются из числа представителей местных советов. Не знаю. В целом… Да, по советам достаточно. В чем проблема отмирания государства? Проблема отмирания государства, собственно говоря, продвигаясь дальше. Проблема отмирания государства заключается в том, что по мере развития советов, по мере упрощения операций, по контролю, отчету, управлению всем целым обществом… Давайте вот таким образом. Значит, что такое проблема? Вопрос, который требует решения, собственно говоря. Не просто вопрос. Это задача. Задача, да. Трудно разрешенная задача. В чем трудности отмирания государства состоит? Трудность отмирания государства состоит в том, что для того, чтобы государство могло начать отмирать, должны быть уничтожены те вопросы, которые требуют его вмешательства. То есть, фактически, в управление обществом должно быть включено каждый член общества. По мере, собственно говоря, перестройки общества, перестройки производства происходит включение всех и, соответственно, отмирание, постепенно отмирание государства. Но именно пролетарской демократии, а не буржуазного государства. Буржуазное государство не собирается отмирать. Именно так, оно должно быть уничтожено. Надо помочь. Спасибо. Я думаю, что отлично. Отлично надо поставить. Молодец. Веснин Егор Евгеньевич. Пожалуйста, Егор Евгеньевич. Формы государственного устройства – исторический тип государства. Да. Значит, формы государственного устройства, их три. Это монархия, аристократия и демократия. Монархия, соответственно, это власть одного, ну, естественно, человека одного рода, престола наследия. Аристократия – это власть благородных, ну, и демократия – это власть демосов, то есть народа. Значит, так как мы говорим о государстве, то первым типом государства является рабовладельческое. Значит, для рабовладельческого государства наиболее характерно аристократия. То есть власть как раз благородных, ну, соответственно, рабовладельцев, у которых очевидно есть рабы. Так же здесь присутствует и монархия, и демократия в том числе, потому что, ну, во-первых, выборы у них все равно есть. То есть какую-то власть, пусть небольшую, но демос имеет. Но демос в данном случае, он тоже рабовладельцы, но не такие богатые, как аристократы, получается, там один-два рабовладельцев. Ну, и монарх может быть выбран или не выбран, там, в случае, в случае, аристократ, вот более какой-то лучшей организации. А второе… Можем сам себя навязать кто-то, но были таких случаев очень много. Второе – это феодальный. Для феодального типа наиболее характерна очевидная монархия. То есть есть главный феодал, он же царь и король. Представитель военного сословия, и у которого во владении есть земля, который он раздает, так сказать, остальным воинам. Также здесь присутствует аристократия и в какой-то степени демократия тоже присутствует. То есть, ну, наиболее какие-то выделившиеся крупные землевладельцы. Демократию здесь будут представлять… Ну, видимо, тоже какие-то выборы там были. Или выборы тоже. Дальше третье – буржуазный строй. Для буржуазии характерным является как раз-таки демократию. Она демократия буржуазии, естественно. Также аристократия и монархия здесь присутствуют. Ну, аристократия, видимо, в виде финансовой олигархии. А монархия, ну, допустим, в Англии до сих пор есть королева. Номинально. Номинально, да. Дрожка, спасибо. На телепертуризму. На телепертуризму. На телепертуризму, правда, монархи в Европе сейчас. Ну вот. И четвертый, последний – это социалистический строй. Здесь уже не будет, ну, и не было ни монархии, ни аристократии, а только демократия. Ну, достаточно. Третий. Пожалуйста, по философии, что вы можете нам сообщить? Крайне мало. Как вы стоите, вы не уверены? Это надо уверены. Крайне мало. Ну, пример понятий, например, вот вопрос хороший. Примеры понятий. Можете привести какие-нибудь примеры, понятий? Предлагаете? Собственность, товар, государство. Понятие государство? Пожалуйста, да. Государство – это орган классового угнетения. Наоборот, класс эксплуататоров угнетает класс эксплуатирования. Это понятие государства. А в социалистическом государстве кто кого угнетает? В социалистическом государстве, наоборот, уже нет, получается, эксплуатируемых и не допускается появление эксплуататоров. Так, а товар? Товар что, вы не знаете понятия? Товар – это продукт труда, произведенный для обмена. Ну, вот и все. Замечательно. Вот, если иметь в виду, что материальный продукт, да, вещь, произведенная для обмена. Так, что там еще? Да, политика. Раз уж вы заговорили о государстве, да, и о политике, наверное, знать. Те два понятия связанные. Да, политика нас интересует, и мы много о ней говорили. Так что такое политика? Она сразу организует все ваши знания, это понятие, сразу организует все ваши знания, вот в каком-то таком специальном направлении. Что такое политика? Цель классового борьба. Можно с этого начать. С борьбы. Это область классовой борьбы. За что? За что? За воевание, удержание и осуществление государственных властей. Можно и так разговаривать. Вот и все. А чего вы пугаетесь? Не надо пугаться, я же в населии сказал, свобода нужна, раскованность. Вы раз прошли этот путь, то вы люди подкованные уже. Только не надо стесняться, пугаться. Смелее выражать то, что вы думаете. Я уверен, вы думаете. Правильно. Вы просто думаете. Так, и что там у нас? Партия. Ну, а партия что такое? Вы еще ходите? К роду? У него же понятия. Это вот сколько. А, ИТП. 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 Ну, получается, за то же самое, за завоевание, удержание и осуществление власти определенного класса. Государственного. Государственного. Причем в партию входят необязательно представители строго того класса, за который она борется. Да, конечно. Да, это вот уже характеристика, что не обязательно входят только представители этого класса, а могут входить и представители других классов. В буржуазных партиях есть рабочие, в рабочей партии были выходцы из буржуазии, в РКП, в ВКПБ были выходцы из буржуазии, сам Владимир Ильич тоже низкорестьян. Таксус виле, ну, четыре, я думаю, можно поставить. Да? Да. Хорошо. Хорошо – это хорошо. Так, мы успеем для перерыва еще? Можно? Да, пожалуйста. Спасибо. Романов Алексей Николаевич. Первый вопрос – сущность и видимость. Значит, сущность – это первое отрицание бытия. Это движение, она находится между бытием и понятием, и это ее движение. Причем сущность – это отрицание всего из бытия. Операция от этого отрицания – это называется как раз «кажимость» или «видимость». Видимость – это бытие, лишенное сущности. Причем оно лишено непосредственно наличного бытия и сопоставимо с этим наличным бытием, как с иным. Так вот, и отрицание в сущности – это есть рефлексия. За общими, так, если нет вопросов. Да, можно и так, да. Следующий? Следующий, но это уже как будто в автологии – это капиталистическое производство и составимость. Ну, капиталистическое производство – это такое товарное производство, где рабочая сила доставляется в товар и используется… Это какой вопрос-то? А это уже в следующем. Так, в следующем. А как вот звучит полностью, точно так? А, это определение капиталистического производства и понятие «стоинский». Ага. И там, где капиталист использует его всего лишь как элемент производственного капитала. Есть своеобразные противоречия в капиталистическом производстве, что оно стремится, да, там, к увеличению прибавочной стоимости за счет увеличения рабочего времени, но тем самым оно ведет к уменьшению продавательности жизни рабочего. И массовое, там, капиталистическое производство… А как называется производство? Какой прибавочной стоимости? В смысле, какой прибавочной стоимости? Ну, вот у Маркса два отдаются, да? Вот и вы сейчас рассказываете. Какой прибавочной стоимости? Ну, за счет увеличения, удлинения рабочего дня образуется? Как этот прирост называется? Ну, скажем так, время у рабочего сфиксированное, там, с силоватой. А второй способ увеличения стоимости пивавочной стоимости в чем состоит? Увеличение производительности. А этот как называется? Способ. Интенсивности, наверное, нет. Частник вам, честно скажу. Готовы? Скажи. Ну, тот же вопрос. Да. Абсолютная прибавочная стоимость и относительная прибавочная стоимость. И относительная прибавочная стоимость. Совершенно. А миновая стоимость, она там определяется на каком-то общем эквиваленте. Ну, а сама стоимость на поверхности подведена? Как-то можно ее потрогать, пощупать? Может быть, она проявляется как-то в ценообразовании? Ну, там, если она там переходит, грубо говоря, потребительной, сменовой, но цена – это уже немножко другое понятие, она уже с общим эквивалентом идет. Ну, кстати, какое понятие цены? Цена. Цена – это что такое? Баланс между желанием продать и желанием купить покупатель. Да, это вот вы представление нам рассказываете. Пришла на рынок бабушка и покупает, а он продает. А есть понятие, понятие объективное, идущее еще от Смита, Адама Смита, с 18 века. И оно очень простое. Цена – это… Затраченное время на производство? Нет. Эта стоимость определяется затраченным временем. А цена что такое? Да. И это, значит, ну, где-то вот через всю суть политэкономии проходит. Различие стоимости и цены. И их различия нужно понятийно знать совершенно четко. Иначе никакого мышления в теории нету. Да. Что выражается цена? Причем я удивляюсь, что… Значит, вот это простое понятие трудность вызывает. Цена – это денежное выражение стоимости. Все. Что такое цена? Цена – это вот в деньгах нам показывают в магазине или на базаре. Значит, мыло стоит 40 рублей. Это его цена. А стоимость где? Стоимость как найти мыло этого сорта? Да. Ну, если вы скажете так сегодняшний, то бы сказали себе стоимость плюс нормы прибыли. Да. Можно так вычислить. Вот. Но формируется, значит, она общественно необходимыми затратами стоимость. Следовательно, нужно посмотреть, сколько производится мыло, какое мыло, почем продается. И цена того мыла, которое больше всего производится и продается, она является самой близкой к стоимости. Стоимость – это некоторые основания, вокруг которого цена, как ее денежное выражение, колеблется. Они чуть-чуть дороже стоимости продают. И если у них покупают, они в большом выигрыше. Некоторые вынуждены, может быть, продавать меньше стоимости. Вот они затратили там 40 рублей-то на нее. А продать по 40 рублей не могут, потому что там или мыло плохое, или обертка плохая, или реклама недостаточная, или привезли не туда. И они хоть вот за 35 у них купили бы, чтобы, ну, хоть что-то вернуть, а не быть в полном прогаре. То есть, это важнейшее соответствие. И оно проходит через все производство. И стоимость всего производства равна совокупности цен. То есть, в целом стоимость, она равна всем ценам в производстве, во всем производстве. Но в данном каждом случае есть вот этот зазор, есть вот это плавание. И этим плаванием каждый человек предприниматель, каждая, значит, фирма, каждая отрасль, каждое государство занимается специально. И кто может сделать, значит, стоимость меньше, а продавать по большей цене, тот выигрыш. Скажем, наши заводы телевизионные, скажем, новгородская. Как она называлась? Как она называлась? Сейчас уже вот выскочила с головы. Волна, да. Волна выпускала телевизоры. Но у них стоимость была выше, чем корейских. На волне. Да, стоимость у них на волне-то была выше, чем корейских. И цену они тоже задирали выше. Поэтому корейских просто вытеснили и всех. Их никто не стал покупать. И предприятие разорилось. Также и вся промышленность. Я уж не говорю, там политика допинговая, что ее специально развалили таким образом. То есть допинговали иностранные товары, продавали их под заниженные цене. И наши предприятия разорялись в массовом порядке. То есть это важнейший нерв всей экономики и соответственно экономической мысли. Важнейшие понятия. Они простейшие. Они отточены мыслью за эти вот сколько со времен свита-то прошло? Три уже столетия? Ну два точно уже. Три. Три. Отточены до? Ну два с половиной. Двадцать с половиной. Значит отточены мыслью. Нам на блюдечке с голубой каемочкой преподнесены. Только люди усвоить их не могут. Даже вот при нашем обучении, при концентрации на этом, да, и то, значит, вот не усваивается пока еще. Значит, нужны какие-то дополнительные усилия умственные, чтобы этим делом овладеть. Потому что иначе мышление не то экономического, политэкономического. Иначе мы справимся в субъективные теории, которые говорят о том, что… Будем от себя тянуть пороть, вымышлять, представления зыбкие, со всякими представлениями и мнениями из газет на нас будут лезть, а мы будем… Да, 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 раз мы не понимаем этого. Так, еще там вопрос к вам был. Да, еще раз. Расхождение государства сущности. Значит, вначале был первообщинный строй, со временем начались разделения труда и появились эксплуатируемые и эксплуататорские классы. Для того, чтобы решать противоречия вот этих классов, было организовано такое, говорится, средство – это государство. Да, это орган управления или диктатура господствующего класса. Сущность – это как раз, можно сказать, классовая борьба, что суть государства – это навязывание интересов господствующего класса. В общем, можно и так, конечно, сказать, но лучше точнее определённее. Сегодня они звучали, да, поэтому просто нужно было их воспринимать. Что сущность – это диктатура пролетариата. Что такое сущность? Даже это пролетарство государства – господствующего класса. Сущность – что такое? Это устойчивое явление. Явление может быть монархией, аристократией, даже демократией. Но сущность его одна – что это диктатура рабовладельцев. Всё. Почему? Дальше можно. Мы начали с пролетариата. Это у меня был пример о пролетариате, а я, говорю, теперь пример о рабовладельцах. Значит, какой бы ни была форма у Гегеля в науке логики, разматривается. Материя и форма – форма и содержание. Да, форма и содержание. Значит, какой бы ни была форма, сущность одна в неё. И она в этих формах проявляется. Всё равно, в какой форме проявляться. Это зависит от условий. Когда, скажем, в буржуазном государстве покой, никто не сопротивляется. Такая демократия хорошая, все довольны, все смеются, радуются, что жизнь хорошая. Как только чего-нибудь начинают сопротивляться граждане, рядовые, особенно рабочий класс, так сразу форма ужесточается. А когда, скажем, в Германии создалась коммунистическая партия свыше двух миллионов, до социал-демократии около двух миллионов, немецкая буржуазия, а за ней и вся мировая, насторожились и создана суровая фашистская диктатура. То есть, демократия в сторону, а на повестку дня открытая террористическая диктатура, значит, реакционных шейнистических кругов. Или, Ленин говорит, после революции, у нас диктатура пролетариата, а посмотреть, какой это кисель, а не диктатура. Да, на многих. И так и было на местах, что вроде люди, ну мы завоевали власть, вроде теперь все трудящиеся, все хорошо. Вчера я был в музее Кирова. Кирова застрелили, убили. И перед этим много было, и особенно после этого был фильм «Великий гражданин». Но это как бы о Кирове, как бы обобщенный такой образ. Что будьте бдительны, вот они вроде рабочие, но они вчерашние крестьяне, у них пережитки остались в голове буржуазной. Они могут быть наняты, куплены, еще что-то такое. Нужно быть бдительным. И, конечно, и жизнь Кирова, и, значит, книжки вот там показываются с разъяснениями на эту тему, и с анализами социологическими. Значит, как вот эти новые рабочие влияют на обстановку на заводах, фабриках. И фильм. Что это не так просто, что революцию сделали, теперь все хорошо, все добрые люди. Почему? Потому что корни-то буржуазии, они остались. Влияние-то в сознании буржуазии, оно осталось. И как мы-то убедились в своем сознании, что вот 70 с лишним лет прошло, а буржуазное сознание, интересы и настроения остались и лишили нас государства. Да. Поэтому это серьезные вещи. Все у нас вопросы? Да. Я думаю, что можно поставить «хорошо». Я тоже думаю, что можно «хорошо». Михаилова Дарья Николаевна. Дарья Николаевна, пожалуйста. Значит, первый вопрос. Теоретические и практические идеи – абсолютные идеи. Абсолютные идеи – это единство идеи истины, то есть идеи теоретического познания мира, и идеи блага, то есть идеи практического познания мира. Что значит практическое познание? Ну, то есть его, возможно, реализация. То есть идеи преобразования мира. Нет, это другой, да. Значит… Преобразование. Так. Премьером такой идеи можно называть «Кононистическую партию», например, потому что там соединяется, значит, научный социализм, как идея истины, и, соответственно, в пролетарии рабочее движение, как те, кто заинтересованы в этом и способны реализовать эту идею. Вот Вы сказали идею истины. Ну, тогда скажите, какая идея истина? Истина – это, соответственно, понятие объекта и объекта понятия. А пример можете нам привести? Пример чего? Истины. Ну, возьмите какое-нибудь понятие и объекты его понятия. Ну, вот Горбачев, соответствует понятию «коммунисты»? Ну, не соответствует понятию «коммунисты». Потому что коммунист – это борется за коммунизм, за интересы людей труда, за рабочий класс. А он-то не ядец боролся за интересы буржуазии. Боролся против рабочего класса. Он фактически работал против коммунизма по этому делу. Вот он противоречит. Ладно. Второй же, наверное, вопрос. Так, второй вопрос. Основные признаки империализма. Соответственно, как уже называли, это господство монополий, господство финансового капитала, финансовой олигархии, вывоз капитала, который преобладает над вывозом товара, экономический раздел мира и территориальный раздел мира. А что такое финансовый капитал? Финансовый капитал – это единство банковского и производственного. С преобладанием какого? Банковского. Хорошо. Достаточно. Следующий вопрос, пожалуйста. Значит, расхождение государства, сущность государства. Ну, сущность любого государства – это диктант другоправящего класса. А расхождение государства – значит… Ну, чтобы не пересказывать все по-новому, скажите, в какой работе Энгельс вырисовал происхождение государства? Как она называется? Тут, наверное, ее запоминали не раз. Кстати, и я на нас вспоминал. Да. А уж в лекциях точно. Знаменитая работа Энгельс – маленькая такая. – Происхождение. Происхождение. – Семьи. – Семьи. – Семьи. – Банной рукой. – Честность собственности и государства. Это надо почитать. Да. Тогда происхождение государства станет более понятным. Тогда и происхождение государства станет более понятным, конечно. Кстати, она что-то, по-моему, про происхождение ничего не сказала. Я не дал. Сказали не надо. Я не дал. Пересказать. Я просто обратился к первоисточнику сразу. Ну вот. Она, может быть, знает. Государство, как происходит? Почему оно происходит? Почему оно возникает? Почему возникает? Значит, происходит изменение труда, являются классы и, соответственно, необходим инструмент для подавления подавления эксплуатированного класса. Да. Что Ангельс пишет по этому поводу? Чтобы классы не уничтожили друг друга в непримиримой борьбе, а вместе с ней и все общество. То есть, уберение спокойствия не образца. Да, причем кое-где у государства не хватало сил подавить, и эти государства пропадали и стали добычей более сильных государств, которые могли решить эту задачу в своем государстве. И погибла масса народу в истории на этой почве. Вот, когда Геродота читаешь, как он там пишет, вот эти первоначальные цари там друг с другом боролись. Жуть! Чуть-чуть зазевался, тебя скушали, и нету этого народа. Были замечательные люди. Прямо народу это не геноцид, а просто уничтожение. Геноцид – это цивилизованное тут выражение до XX века. А раньше были бритты. Где теперь бритты? Нету теперь бриттов. Осталась только Великобритания, а бриттов нету. Где эти самые пруссы? Хорошее было племя пруссов, Пруссия была даже в Германии. Где она, Пруссы, и где те, где та Пруссия, и где те Пруссы? Нету их. Ничего от них нет. И это только такие, ну, более-менее, тут у нас на памяти, скажем, в Азии, в Африке, там, тьма народу погибла, потому что они господствующий класс не мог навести ровладельский порядок. Почему? Потому что тогда это был прогресс. Ровладение, это был гигантский прогрессивный шаг в развитии человечества. И кто не осуществил у себя ровладение, тот исчез. Ну, или остался диким, как вот в Африке. Так что, это все серьезные вопросы. И сейчас ведь вопрос так стоит. Бжезинский и американская элита откровенно ведь говорят, что Россию надо разделить, а еще лучше уничтожить. Открыто. То есть, не разрешат вот здесь противоречия. И Россия, СССР развалили. Развалился? Развалился. Развалили. И Россию также развалят, если будут не решены эти противоречия. А мы не видим, что они решаются успешно. сегодня Путин выступал на съезде профсоюзов. Шмаков это обманщик, трудящийся. Он проводник линии буржуев в рабочем классе. С 93-го года? Да, причем уже 25 лет. Он удобный человек, потому что он нагибает рабочий класс. Поэтому довели зарплату уже до нищенского состояния. Кому он удобен? Почему рабочий класс он не удален? Потому что он находится в понятии, в себе. Он не может стать классом для себя, то есть не может организоваться, не может пока создать профсоюзы достаточно сильные. И если он не сможет это сделать, буржуазия не сделает. Она вывозила и вывозит за рубеж. Путин сегодня успокаивает, что, мол, вот обратно за рубежа, к нам сейчас больше уже капитала поступает. Да, но может быть и больше. Но они устремлены туда, они живут там. И нам докладывают, что из десяти граждан Англии трое русских. Правда, фамилии у них какие-то не очень русские. Самые богатые граждане. Трое из десяти. Тридцать процентов. Абрамович, Усманов и Авен. Русские левые милии. Типичные. Я думаю, что Дарья Николаевна, мы можем опустить с оценкой хорошо. Да. Пожалуйста. Тимошенко, Татьяна. Первая часть философии. Хочется, напомните для протокола. Определение и понятие. Понятие, как снятая сущность. Наличное бытие есть наличное сущное. Нечто. Что есть нечто? Нечто это все. И государство, и политика, и личность, и экономика. Все равно и в то же время не равно себе, потому что все изменяется. В себе бытие содержит бытие для иного. В себе бытие равно себе, но не просто равно себе, а активно противостоит бытию для иного. Вот это бытие в себе взятое с отрицанием бытия для иного называется в нем бытие. Итак, мы получили три момента изменяющегося нечто. Теперь можно перейти к понятию определения. К определению определения. Определение это качество, которое есть в себе в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечета с в нем бытием. Проще можно сказать, что определение это постоянное изменяющимся. Да, извините. Вот логика она нас нацеливает на сугубую точность. На сугубую. То есть, ну точно надо воспроизвести. Вот не находится, да? Находится это она уже вот в ней есть. А у Гегеля сказано соотносится с в нем бытием. Соотносится. То есть, как бы она и здесь в этом единстве, да? И в то же время отделена. Хотя, где-то в начале Гегель говорит, определенность еще не отделилась от бытия. Впрочем, она уже никогда не будет от нее отделяться. То есть, и отделилась, и не отделилась. как и ипостаси Бога. Они три едины. Да, три едины. Нераздельны, но не слиянны. Понятно? Непонятно? Вот они нераздельны, то есть, некоторым единственным. Но в то же время не слиянны, а каждая личность, каждое лицо Бога, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух-Святой, да? находятся в некотором самостоятельном аспекте, в некотором отличии все-таки от единой сущности божественной. Ну ладно, это мы все-таки не на теологии находимся, а на философии. У нас курс философии, марсистико-ленинской философии. Понятие, как снятая сущность. Сущность есть отрицание любого бытия. Сущность отрицается. Но двойное отрицание дает нам утверждение. Соответственно, мы опять приходим к бытию. Но к такому бытию, сквозь которое просвечивает сущность. Если давать определение понятия, то сегодня его уже дали, что понятие это единство всеобщего, особенного и единичного. если привести пример, например, взять понятие товар, то определение товара это вещь, произведенная для обмена. Сквозь это понятие просвечивает двойственная природа товара. Это единство миновой стоимости и потребительной стоимости. основные признаки империализма. В своей работе империализм как высшая стадия капитализма Владимир Ильич Ленин в 1916 году перечислил основные пять признаков империализма. Первое это концентрация производства и капитала до стадии монополий, которые начинают играть решительную роль в хозяйственной жизни страны. Второе это слияние банковского и промышленного капитала и образование финансового капитала и финансовой олигархии. Третье это вывоз капитала начинает преобладать над вывозом товаров. Четвертое образование международных финансовых союзов капиталистов для передела мира. И пятый признак это окончательный раздел мира между крупнейшими капиталистическими державами. третий раздел третья часть марксизма научно-социализм советская власть как организационная форма диктатуры пролетариата. Но сначала нужно дать определение диктатуры пролетариата которую дал Владимир первич Ленин в своей работе «Великий почин» в 1919 году он писал что диктатура пролетариата это научное латинское историко-философское понятие означает если перевести его на более простой язык что только один класс а именно городские фабрично-заводские промышленные рабочие в состоянии осуществлять руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго-капитала в борьбе за удержание власти и в деле построения нового социалистического общества а также в борьбе за окончательное уничтожение классов ну вот еще в свое время Маркс в Капитале как мы знаем сказал о том что капитализм сам себе производит в своих недрах могильщика пролетариат но ни Маркс ни Энгельс не сказали о той форме в которой пролетариат возьмет власть и будет ее осуществлять эту форму родил сам народ сам промышленный пролетариат в 1905 году в Иваново-Вознесенске в ходе стадичной забастовочной борьбы рабочие решили не от каждого завода разговаривать с капиталистом а делегировать депутатов в единый совет рабочих уполномоченных и разговаривать уже единым советом со всеми капиталистами основной основной принцип советов это производственный принцип почему именно завод и фабрика потому что именно завод и фабрика представляет собой современную общину современная община это именно производственная община потому что община это не только территориальный принцип а это еще современное производство совместное производство и совместное воспроизводство себя? Ну, достаточно. Спасибо, Татьяна Анастасовна. Так, у вас такая книжка «Инстиль». Андулай Аркемий Шамильевич. Первый вопрос. Тожество, различие, противоречие. Вот тоже рассказывали же об этом. Тожество – это равенство различного. То есть, существует равенство, но оно равенство в различном. То есть, нет прямого равенства, допустим, в природе нет непосредственно прямого равенства. Есть тождество. Тождество, соответственно, в чем-то, то есть, при равенстве что-то должно быть различным у этих тождественных объектов или то, что мы сравнивали. Это тождество. Соответственно, различие – это то и есть, что является разным у общего. То есть, сравнивая как бы две, ну, два объекта, то в них должно быть что-то различное. И, соответственно, ну, то есть, они как бы отличаются друг от друга именно этим различием. Так, один объект, если… Ну, а сам объект, он, как он, может быть, тождественен в себе, он же не может быть тождественен в себе. То есть, мы же его, мы именно сравниваем… Здрасте. Объект, он и тождественен в себе. Абдулаев есть Абдулаев. А, ну, он и равен себе, и не равен себе одновременно. Да, совершенно. Он и равен себе, и не равен себе. Потому что, например, каждую единицу времени я, соответственно, старею, соответственно, умираю. Соответственно, я уже не равен себе. И в то же время в этом изменении вы остаетесь… Тебя оставишь в самом себе, ну, бывает… В этом и фишка вся, да? Что обычно люди или в одну сторону уходят и настаивают на ней, или в другую настаивают. А суть дела и состоит в том, чтобы видеть это единство противоположностей в одном предмете, в одном. Что разные различные, тут, как говорится, ничего тут хитрого нет. Один отличается от другого, и бесконечное количество различий мы найдем. А суть в том, что и каждый предмет внутри себя, он отличается от себя. Или, как он говорил, был такой сапожник и великий философ немецкий Яков Биума. Каждая вещь различествует. Видите, как сказано? Различествует. То есть, она вроде бы одна, но она в себе различествует. Сама себя различает. И мы сами себя различаем. И надо учиться видеть, как предмет себя различает. Ну-ну. Противоречие называется это понятие. То есть, в общем, в тождестве, с каждой стороны тождества, есть моменты противоречий. Соответственно, единство противоречий в тождестве, единство различий в тождестве, есть противоречие. Вот. О, немножко перескочили, пропустил их. Я, может, не понял. Противоположности. Такие противоречия, это что там? Противоречие, это... Противоположие, какое здесь место? Противоположие, противоречие, это единство противоположностей. Единство и борьба в противоположности. При этом единство различного, единство относительно борьба с борьбой. Хорошо, следующий вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Абсолютный приводит в конце концов к разрушению предмета. Разрешению противоречия. А потом в конце разрушение. Разрешение противоречия, кстати. Вы уже ответили? Прошу, конечно. Куда разрешается противоречия? Если предмет не разрушается... Я говорю, в конце он разрушается. Если не разрешает противоречия, то разрушается. Опять же, сущность, наверное, нет. Это все в сфере сущности. В закон, по-моему... Нет, не в закон. Противоречие разрешается в основании. А, в основании, в основании, да. Хорошо, следующий вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Политическая экономия. Что такое финансовый капитал и финансовая олигархия? Кстати, основание Цугрюн-де-Гейн. Можно перевести, как умирает. Цугрюн-де-Гейн идет в землю. На дно, по-моему, Попов говорил. Ну, да. Значит, что такое капитал? Капитал – это самовозрастающая стоимость. Это стоимость, которая получается в результате эксплуатации объемных рабочих и прибавочной стоимости. Отвечает формулой товар-деньги-товар со штрихом. О, деньги-товар-деньги со штрихом. Где, соответственно, деньги во второй части со штрихом это уже, соответственно, больше деньги, чем в начале этой формулы. Что такое промышленный капитал? Промышленный капитал – это капитал, находящийся в руках группы лиц или частной, которые последовательно проходят три фазы в своем движении. Соответственно, это приобретение средств производства, наем рабочей силы и, соответственно, непосредственное производство и избыт произведенной продукции. Банковский капитал – это, соответственно, капитал, который находится тоже в руках либо одного человека, либо группы лиц. И в виде, включая в себя, собственные средства, типа акционерный капитал, резервы банка и собственный капитал банкира. И привлеченные средства – это такие, как вклады промышленных предприятий, банковские облигации или там закладные листы и так далее. В конечном итоге финансовый капитал – что это такое? Это капитал, образующийся в результате слияния промышленного и банковского капитала с преобладанием банковского капитала. Соответственно, он образуется, потому что промышленные предприятия имеют такую особенность, что им необходимо, соответственно, где-то хранить свои активы. Я думаю, что достаточно. Да, спасибо. Мы видим, что этот вопрос вы знаете. Значит, третий вопрос – это расскажите об опыте организации борьбы рабочего класса в России. Это такой большой вопрос, соответственно, долго по нему рассказывать. Какое самое большое достижение – организованной борьбы рабочего класса в России? Социалистическая революция 1917 года. Вот так вот. Шах и мат. И что? Я думаю, что он имел в виду нынче, да? Сегодняшний? Да. Тогда бы написано было современность? Нет, если бы написано было современность, то я бы как бы и рассматривал. Я тут было написано, что в общем, то есть я… В 17-м году, конечно. Там большие достижения – революция и строительство, построение… Сказыри нужно. Ничего не скажу. Нет, у меня записано, я… 50-й, все как-то записано. Ну так что, Денис. Смысл в чем? Значит, борьба рабочего класса современно, так? Да, нынче-то вот какие успехи есть. Зачем вы… Мне, пожалуйста, у меня тоже вопрос. Открывайте все вопросы, и людям ничего не думают. Человек главное сказал, Сусь. Давайте другим оставим тоже что-то. Ну, я думаю, что мы не погрешим против Писи. Не погрешим. Если назовем это, действительно, самый большой Писи. Да, да. Организованного корпора вашего класса. Должите идти? Спасибо. Дорога Шамиле еще. Здравствуйте, служник Сергей Иванович. Я-то думал, билеты будут? Мы можем как-то обещать по билетам. Хорошо. Хорошо, но теперь я выбираю тогда вопрос. Вот, например, материалистическое понимание истории. О, вот свеженький вопрос. Материалистическое понимание истории – это исторический материализм, который разработан был Энгельсом и Марксом. Это историко-философское направление, которое говорит нам, что человечество вообще и его развитие, его история, она сложилась как какой-то такой частный случай. Частный случай почему? У нас один пример существует этого развития, которое мы видим в истории. Но по факту оно могло сложиться немножко иначе, другими путями, потому что определяющим моментом в историческом материализме является теория, как сказать, материалистический подход. И основание для него – это развитие производственных отношений. То есть это труд и производительная сила труда, которые приводят к изменениям формата сообщества. Количественные изменения приводят к качественным изменениям. И в исторические перспективы мы видим разные информации, первородный общинный строй, рабовладельческий строй, феодальный строй, капиталистический строй. И как итог этого развития должен быть социалистический и коммунистический строй. Социалистический здесь использован как коммунистический, но в неразвитой форме. Это выглядит такой вот период у нас во время, когда будет происходить переход от капитализма к коммунизму. В материалистическом понимании истории главное – это как раз материалистический подход, когда мы говорим, что именно материя определяет, именно производственные отношения определяют историю. И социальное развитие, оно зависит в основном от именно вот этих объективных законов развития материи, объективных законов развития производственных сил и производственных отношений. В принципе, здесь все, наверное... Так что такое исторический материализм-то? Историк – это такая концепция, которая говорит о том, что самое главное – это производственные отношения. А роль личности в истории – это уже такое вторичное. Личность может пользоваться... Вот он уходит в содержание. Из того, чтобы дать простое определение понятия... История человечества, что есть? Вся история человечества. Вы ответили? Хорошо. Так, вот Татьяна Валерьевна. Я буду касаться человек, я просто... Да? Отлично. Хорошо. Вы нас просто не делаете по вопросу. Оставим это интригой пока. Переходите к следующему. Ну вот, хотел бы еще про финансовый капитал и финансовую олигарху. У нас тут еще поподробнее. Финансовый капитал... Не поподробнее, а на определении. Дайте, пожалуйста. Финансовый капитал – это банковский капитал, сращенность промышленным, когда большая масса, ну, то есть основная масса общественного богатства сосредоточена в руках маленького количества людей, то есть финансовая олигархия. Финансовая олигархия – это, соответственно, самые крупные монополисты, которые обобщественное богатство практически полностью подминают под себя и властвуют в политике государства. В политике государства они, соответственно, проводят такие законы, нормы и права, которые им выгодны. Они направлены на подавление дальнейшей эксплуатации утрелящихся, на получение выгоды, получение прибыли и дальнейшего усугубления противоречий между общественным производством и частным присвоением, когда противоречия уже явно выявляют два класса – пролетариат и буржуазии. Самым опасным является сращивание, ну, точнее, не сращивание, а финансовый капитал, который уже заходит в военное производство, то есть в военные контракты, потому что этим самым он через некоторое время начнет провоцировать ускорение военных конфликтов, ускорение, нарастание напряженности в мире и, возможно, даже войны. И вследствие этого, ну, тяжелейшие какие-то… Ну да, тяжелейшие последствия для стран, в которых они эти войны будут проводить. Что значит начнет? А же он не проводил финансовый капитал, уже не вел войны, что ли? Это какая-то новость? Нет, я и говорю, это самое опасное просто, это самое опасное направление деятельности франции. Так все уже произошло. Произошло, конечно, у нас есть исторические примеры. Так, товарищи, потише, у нас еще экзамен. И на этих исторических примерах, мы говорим, это и есть самое опасное направление деятельности франции. Ну, пяти. Третий вопрос, пожалуйста. Да, ну, что бы выбрать такое. Можно? Назовите основные или социалистические учения. Ну, давайте. Это марксизм-ленинизм, коммунизм. Можно разбить это как бы на марксизм и на марксизм-ленинизм. Марксизм это потому, что немножечко… Много времени прошло с того времени, когда он сформирован, был сформулирован. И Ленин уже более подробно развернул его, дал дополнительное определение, дал разумные определения империализму. Так это разные учения, что ли, по-вашему? Марксизм и марксизм-ленинизм? Нет, марксизм и ленинизм являются продолжением марксизма. Но существуют такие, ну как, не знаю, что лжеучения, но ревизионизм марксизма, который отходит от марксистско-ленинских позиций. И… несколько видов социалистических учений, которые были до них и в их время. Ну это, например, утопизм, социалистический утопизм, который там развелся. Да, вот, утопический социализм, например. Да, да, да. Раз… Там феодальный социализм. Феодальный социализм. Что там еще у нас? Социал-демократия, наверное. Социал-демократия – это партия? Скорее как направление. Такое, что… Не направление партии было социал-демократическим. И социал-демократия, мы говорим, это социал-демократическое движение. Политическое движение. Ну, это же, это же отличение в себе, что можно выучить. И они там содержат разные, в свою очередь. Потому что можно… Религиозный социализм. Да, религиозный социализм. Христианский социализм. Но это… Истинная научность. Ой, истинный немецкий еще. Да. Особая разновидность. Ну, это мы, как бы, подходим к тем видам социал-демократии, которые в классике есть. Это тот вопрос, который… Это который вас спрашивает. Который вас спрашивает. Который вы, видимо, не поняли, о чем вас спрашивают. Ну, есть ли мы рисуем. Да. Ну, да, хорошо. Ну, просто есть и другие виды, как бы, социализма, в которые социализмом на самом деле не являются. Они все являются каким-то, как сказать, ну, некоторым извращенным пониманием социализма. Мы говорим не про социализмы, а про учения. Конечно. Вы уже образование какое имеете сейчас? Вы что? А что заканчивали? Техническое… Летий. Летий? А, ну, как хорошие преподаватели, я знаю их. Вот. То есть, он чувствует, что вы информированный человек, но не собираетесь в понятия, начиная с понятия исторического материализма, то есть вы знаете много о нем, а на понятия не сконцентрировались. Поэтому понятие у вас не развивается, поэтому свободы мышления в вас пока еще мало, выскованные вот этой вашей информацией. Не берете определение и не двигаетесь по нему. И также из социалистического учения. Вы не поняли сути, не поняли понятия, о чем вас спрашивают. И поэтому, так сказать, ну, вот, много информации у вас, вы человек грамотный, компетентный, но размыто сознание, вот не собрано еще, надо еще над собой поработать. Но четыре, я думаю, что ему поставить можно все-таки. Ну, с учетом того, что человек с промтом отвечает. Да, да, да. Так. И вам, видимо, надо вот эту книжечку поизучать. Ага, все, спасибо за очередь. Давайте. Пожалуйста. До свидания. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Сущность, как снятое бытие и видимость. Ну, сущность бытие развивается до того уровня, что снимает само себя. Вот. То есть, отрицание – это содержание. Вот. Снятое бытие – это у нас сущность. Вот. Сущность – есть бесконечное движение бытия. Абсолютная сущность несущественна, не существует, но должна перейти, стремиться перейти в существование. Вот. В сфере сущности у нас появляется существенное и несущественное обитие. Вот. Несущественное исчезает быстрее, чем существенное. Видимость, кажимость – есть отражение сущности в самой себе. Видимость – есть нечто несущественное, которое существует как бытие, как момент. Видимость – также есть сущность, то есть определённость сущности. Определённость сущности одной из сторон сущности. видимость – сущность видится чем-то. Ну, чем-то, да. Сущность – есть. Видимость – есть явление сущности в себе самой. Вопросы есть? Я думаю, что достаточно. Второй вопрос. Второй – научный социализм, он же марксизм, то есть был разработан Марксом и Энгельсом. В основе его лежат три момента, как писал Ленин. Энгельс – это утопический французский социализм, немецкая философия и английская политэкономия. Энгельс, Маркс вывел… применение материализма в истории и вывел прибавочную стоимость. Ну, в чём-то трудность. Научный социализм в чём заключается? Научный социализм – это знание экономических законов, которые позволяют строить производственные отношения на научной основе. Это тавтология. Объясняемые объясняются им самим. Чё-то вроде простой вопрос, а вы споткнулись так. Да, Юр, в то же время такой принципиальный вопрос. Почему научный социализм? Чем он отличается от утопического социализма? Ну, утопического диктатуры пролетариата. Ну, и этим тоже, конечно, да? Выведение прибавочной стоимости и применение исторического материализма. Так, ладно, третий вопрос, наверное, да? Да, этот вопрос надо ещё проработать. Определение класса и основные классы современного общества. Ну, класс – это выделение в обществе по отношению к собственности, на средства производства и общественному разделению труда. Современные классы общества – буржуазные, мелкобуржуазные и рабочий классы. Ну, определение классов хотелось бы услышать. Определение у вас не полное. В Великом Почтении Владимир Леонидович даёт определение классов. Мы его тут вспоминали, наверное, не раз. Многократно. И из него вытекает и всё дальнейшее размышление по этому вопросу. А раз вы его не знаете, то у вас ничего не вытекает. Нет свободного движения мыслей по предмету. Так, ну и не вспомните вы, конечно. Класс – это, ну, отношение к средствам производства. Нет отношения. Ну, ну. Различается по отношению к средствам производства. Собственности наследства производства, да. То есть имеет он собственное население? Да. Да. Просто отношения различаются к классу. Да, да. Два. Ещё. Да, ну и вот это принципиальная, конечно, вещь – определение классов. Для всей теории. И для политической, и для экономической, и в философском смысле тут есть что подумать. Поэтому как-то этот вопрос у вас тоже не проработан. Наверное, всё? Третий, последний? Да, три вопроса. Это у нас, кто это? Евгений? Евгений Николаевич. Николаевич. Что-то Евгений Николаевич как-то не очень проработал. Я его что-то и не помню по лекции. Хотя он такой живописный мужчина. Нет, потому что он переэкзаменов. Да я думаю, три вала-то можно поставить. Ну, если только согласится, Евгений Николаевич. Мы же согласен, не спрашивай, не садимся. Ну, можно ещё там какой-нибудь вопрос задать. Дополнительный вопрос. Дополнительный вопрос. Так мы их уже задавали дополнительный. Нет, нет. Хорошо. Ну, что? В следующем году договор. Уголитворительный. Я считаю, что уголитворительный. Да. Всё-таки чувствуется, что он почитал, поработал, кое-что помнит. Вот. А про видимость так он хорошо почитал, но… Вот он многое запомнил, но какой-то логической такой связи между определениями и соотношением видимости и, значит, сущностей, ну, как-то не видно. Поэтому у вас недоработан именно материал, недоработан. Чувствуется, что кое-что вы делали, но недоработали. Поэтому уголитворительный – это правильная оценка в данном случае. Хорошо. Садитесь, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Пожалуйста, Татьяна Валерьевна. Татьяна Валерьевна. Да. Снова вопрос материалистического понимания истории. Первый, философский. Сущностью материалистического понимания истории является принцип то, что общественное бытие определяет общественное сознание. То есть Маркс в своей работе «Критики политической экономии» излагает эту мысль о том, что совокупность производственных отношений, она составляет экономическую структуру общества, основу, базис, на котором зиждется надстройка в виде общественных отношений. И именно базис, то есть способ характера материального производства является определяющим, является основанием. А, соответственно, настройка в виде общественных отношений, она основана на базисе. и таким образом именно им и определяется. Исходя из этого принципа, Маркс выделил несколько форм общественной организации, общественно-экономических формаций, которые отличаются характером и способом производства. поскольку средства труда и орудия труда постоянно меняются, совершенствуются, производительность труда растет, то таким образом изменяется и сам способ и характер производства. То есть от первобытного общинного к рабовладельческому, далее к феодальному. Второй вопрос. Значит, я бы хотела поговорить о первоочередных мерах для осуществления подъема и быстрого разметия промышленности в России. Если не рассматривать пока что смены общественно-экономической формации, национализацию производства и общий план про индустриализацию и развитие, то в рамках нынешней парадигмы, в которой мы существуем, возможно вполне осуществить на уровне экономической политики государственной следующие меры. То есть для развития производства прежде всего необходимы дешевые и длинные деньги, то есть изменение кредитной политики, снижение кредитных ставок, изменение вообще порядка кредитования производственных предприятий. Одновременно с этим желательно устанавливать заградительные меры на вывоз капитала, то есть на то, чтобы не деньги, которые заработаны в России, не вывозили соответственно за рубеж. Кроме этого, изменение налоговой политики очень бы поспособствовало развитию производства. Здесь и сокращение налогов, количество налогов, и снижение ставок налоговых, и упрощение порядка определения налогооблагаемой базы. В частности, это касается, ну собственно, налога на прибыль, это касается и налога на добавленную стоимость, и налога на имущество. Налог на имущество также связан с основными средствами производства, то есть здесь также необходимо на государственном уровне изменение порядка учета амортизации основных средств, то есть сокращение срока амортизации и различные льготы, какие-то преференции тем предприятиям, которые обновляют свои производственные фонды и, соответственно, таким образом развивают свое производство. Ну и помимо кредитных, финансовых, налоговых мер, еще и, наверное, все-таки меры по… забыла слово, слушайте. Планирование. Планирование. Замените. Ну, планирование – это… Проекцирование. Нет, 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 нет. Срегулирование. Нет. Программирование. Запрет, ну не запрет, а ограничение ввоза импортных товаров. На п-слово. Протекционист. Протекционист. Конечно. Протекционистские меры, да, тоже вполне могли бы сработать и, в принципе, они сейчас каким-то образом реализуются частично в связи с различными санкциями в адрес нашего государства других. Ну вот, собственно, вкратце, наверное, по поводу мер – все. Спасибо. Ничего не хотите спросить? Ну, хотел бы больше услышать о плане, конечно. О плане? О программе… О плане нынешней… Не-не-не-не, Денис Борисович. Потому что, прежде чем, чтобы начать что-то развивать, и надо вообще понять, что надо развивать, что нужно для развития России… Ну, Денис Борисович, в нынешнем состоянии государства, я не говорю о плане совершенно намеренно, потому что планы составляются, составляются некие программы, развитие… Тут передоочередные меры. …до какого-то года… И они, очевидно, не исполняются. Поэтому, какой смысл в нынешней ситуации говорить о плане? Естественно, если мы говорим о другой формации, то там планопределяющий является. Именно на основании плана индустриализация и проводилась. Ну, экзамен – не место для дискуссий. Следующий вопрос. Так, и вот как раз последний вопрос. Ну, вот связан с борьбой профсоюзов за… Сейчас я точную формулировку озвучу. Расскажите об опыте борьбы профсоюзных организаций. Да, об опыте борьбы профсоюзных организаций, в частности, за приближение уровня реального содержания заработной платы к стоимости рабочей силы, за сохранение рабочих мест, заключение профессиональных договоров. К сожалению, после девяносто первого года ситуация в стране сложилась таким образом, что рабочие достаточно долгое время, да и в настоящее время, пожалуй, в большинстве своем поколе осознают свои интересы, не знают их и не пытаются их защищать. Однако, все-таки есть положительные примеры борьбы, когда рабочие организуются в профсоюзах, эти профсоюзы становятся реально боевыми, и они добиваются очень-очень хороших результатов. Если говорить о стоимости рабочей силы, о приближении заработной платы к стоимости рабочей силы, то здесь, конечно, наибольшего успеха добились докеры и добились авиадиспетчеры, причем борьба им была достаточно сложной, тяжелой, с заведением уголовных дел, с различными угрозами и так далее. Но, тем не менее, на сегодняшний день докеры и авиадиспетчеры получают заработную плату, которая максимально приблизилась к стоимости рабочей силы по сравнению с другими производственными предприятиями. Причем те же авиадиспетчеры, если говорить о том, что у них вредная... Что, достаточно? Не хотите слушать авиадиспетчеры? Да, мы поняли, что вы знаете. Мы поняли, что вы знаете. Мы же проверяем ваши знания. А вот в какой работе Владимир Ильич рассматривает вот эти вот первоочередные меры для 2017 года? Товарищ Гавшин несколько раз объяснял и писал по этому поводу. Он кандидат науэпономический. Да, да. Неразящая катастрофа и как с ней бороться? Как с ней бороться? Ну ладно, это да, это для кандидатов... Да, вместе с товарищем Гавшином это вопрос. Ушел из программы, к сожалению. Ну что, отлично, я думаю, можно просить. Павел Александрович. Павел Александрович. Первый вопрос. Явление и сущность, действительность. Следует начать, наверное, по порядку с сущности. На узловой линии меры, при движении по этой линии, кроме наличного бытия, присутствует, сохраняется что-то неналичное. Это первое отрицание бытия называется сущностью. Сущность – это всякое отрицание бытия. Явление, парные понятия, парные категории в сфере сущности явление связано с категорией «закон». Есть царство законов, есть царство явлений. Явление – это сущность, как отрицание царства закона. То есть сущность являет себя. При этом явление и закон тождественны и различны. «Закон» – это спокойное объявление соответственно. То глубинное закономерное, что проявляется на поверхности явления, называется действительностью. Пожалуйста. Примеры действительности. Пример. Выделить что-то конкретное. «Жидкость в бутылке». То есть сущность жидкости в том, что она текучая. Ну и сама по себе она текучая. То есть это проявляется… Чем человек? Почему? Проявляется, ну бывает, что и не проявляется. Это жидкостью бывает. Вода, да? Жидкость. А в твером состоянии – это не жидкостью, а в лед. Ну так, что тут в действительности, а что тут явление? Все явление, а вода как жидкость – действительность. Неубедительно. И вообще, вот это развлечение, оно больше всего мы делаем, конечно, в общественной жизни, чем в природе. В природе тоже это соотношение есть. Но как там, значит, природный план мы… Ну и обычно не изучаем, здесь не рассматриваем. А в истории, в жизни, в обществе различия, значит, бытия и действительности, ну, видимо, знаем пример очень народа. Так все является примером. Ну, здесь звучал уже пример про соответствие понятия, да, коммунист Горбачева. Так же был пример, действительно ли человек преступный. Да, действительно, поэтому оно близко к понятию истинно. Близко. Но все-таки это и различные близко, да. Истина – это некоторое установление соответствия понятия… Объекту, объекта понятия. Объекту, да. А действительность – это констатация, значит, устойчивого в самом бытие. Это представление сущности на личном бытии, в явлении. Скажем, мы наблюдаем, что вот оно – явление есть, но оно – бытие есть, но оно не действительное. Почему? Потому что в нем нет сущностей. Или в нем сущность устарела, она, так сказать, там, реакционная или консервативная. Поэтому явление-то вроде есть, а в действительности в нем жизненности в нем нет. Ленину там где-то молодому возражают, возражают, что, мол, куда вы, перед вами стена. А Владимир Ильич им говорит, стена да гнилая. Откни пальцем, она и разрушится. И действительно, уже царизм он до такой степени сгнил, что вот он вроде есть, вот они пышные балы, действительности в нем только нету. Уже он выдохся весь. Поэтому это очень важное развлечение. И одно дело, человек видит, понимает, действительная вещь. А с другой стороны, не видит он различия между бытием и действительностью. Не видит, как в бытье представлена сущность, является действительно сущность или не является. В явлении сущность является вообще-то в устойчивом явлении, да? Но в то же время мы видим массу явлений, в котором, значит, она едва, едва заметной даже видимостью почти не является. Так, еще там у нас вопрос? Да, второй вопрос. Так, второй вопрос много раз назначал. Дайте определение карактеристического производства и понятия стоимости. Карактеристическое производство – это всеобщее товарное производство на той стадии развития, когда товар становится рабочей всего человека. Понятие стоимости – это понятие общественное, проявляется оно в общественных отношениях, в обмене. Стоимость – это общественно необходимое время труда. Различный вид труда на рынке, как продукт, приравнивают с друг другом, что составляет некий общественный иероглиф – стоимость, миновая стоимость. Это общественный иероглиф? У Макса так написано. Не помню, я про иероглиф не помню. Это где-то в капитале? Да. Общественный иероглиф. Следующий вопрос. Следующий. Происхождение государства – сущность государства. Государство – понятие классовое. С образованием классов, с распространением частной собственности, с ростом производительных сил и модернизацией средств производства появляется государство как признак противоречий образования антагонистических классов, как орган для умерения, столкновения, и ввиду того, что государство возникло из общества, и как результат столкновения классов оно становится орудием экономически господствующего класса для подавления противоположных классов. Сущность государства – железная власть правящая класса. Диктатура. Железная. Диктатура. Не стальная. Железная. Не медная. У Ленина… Да, есть, есть у Ленина выражение – железная власть. Должна быть. Железная власть. Она у нас, на самом деле, кисель. Хорошо? Да, можно поставить хорошо. Спасибо, Александр Сергеевич. Пожалуйста, следующий. Граф Кеннадий Николаевич. Гранович. Еще раз. Граф Кеннадий Николаевич. Граф Кеннадий Николаевич. Пожалуйста, Олег Николаевич. Сущность и видимость. Гегель в своей книге «Наука логики» описывает сущность, начиная с видимости, с такой категории, как видимость. И описывает он через такие понятия, как существенная, несущественная, собственная видимость и рефлексия. И если говорить про первое, существенное и несущественное, то Гегель останавливается на том, что сущность, есть снятая бытие, она равна, есть простое равенство самой собой, но поскольку она есть отрицание бытия вообще, сферы бытия. Таким образом, сущности противостоит непосредственность, как нечто такое, из чего она возникла, что сохранилось и удержалось в этом снятии. Сущность в своем определении есть существенная непосредственная сущность. И бытие есть некоторое отрицательное только по отношению к сущности, но не само по себе. Сущность есть, следовательно, определенное, некоторое определенное отрицание. Сущность бытие, таким образом, снова относится между собой, как другие вообще. Ибо и то, и другая обладают некоторым бытием, некоторой непосредственностью, безразличными друг к другу и имеют одинаковую ценность со стороны этого бытия. Но вместе с тем, бытие противоположное сущности, и оно несущественное, и имеет по отношению к сущности определение снятого. Но постольку, но однако, постольку оно относится к бытию, как к нечто совершенно другое, то сущность есть, собственно говоря, не сущность, а некоторое, иным образом, определенное бытие, существенное. Различие между существенным и несущественным заставило сущность снова впасть в сферу наличного бытия. Ибо сущность, ближайшим образом, относится к бытию, как непосредственное существо. И тем самым, как другое по отношению к бытию. Таким образом, сфера наличного бытия положена в основании. И то обстоятельство, что то, что есть бытие в этом наличном бытии, есть в себе и для себя бытие. Это обстоятельство представляет собой дальнейшее самому наличному бытию внешнее определение, равно как и обратное. Сущность есть, правда, в себе и для себя бытие, но по отношению к другому, в определенном смысле. Поэтому, поскольку мы проводим различия в некотором наличном бытии, существенном и несущественном, это различие имеет внешнее полагание, которое не отражается в бытии. Кстати, товарищ Шикин, вот заметьте, видите, он пытается всю эту логическую цепочку развернуть сам. Там у него не всегда получаются повторы, но он это делает, это стремится воспроизвести, а не перечислять некоторые свойства видимости, сущности. Первый вопрос. И непосредственно определение, содержащее в себе пять признаков. Я остановлюсь на последнем, потому что оно отражает непосредственные связи явлений и раскрывает их многообразие. Первое, это развитие производства капитала достигло такой стадии, что оно позволяет создавать монополии, которые начинают играть решающую роль в хозяйственной жизни. Второе, это слияние банкового капитала с промышленным и создание на этой основе финансового капитала и финансовой олигархии. Третье, это вывоз капитала имеет решающую роль перед вывозом товаров. Четвертое, это образование международных союзов капиталистов, делящих мир. И пятое, это завершен серебряный раздел мира между крупнейшими империалистическими державами. Хорошо. Объективные предпосылки развития социализма, имеют ли они место в современной России? В работе Владимира Ильича Ленина «Инпериализм как высшей стадии капитализма» высмеиваются такие в то время ходящие словечки, как переплетение. То есть Ленин говорит о том, что буржуазные исследователи, в частности Ресли, описывают о том, что в данный момент нет того, что писал, о чем Маркс. Он говорил о том, что должно произойти обучение производства. А Ленин доказывает о том, что за тем, что они пишут, они видят отдельные деревья, они видят леса, только напуганы сырым материалом и не могут произвести анализ. То есть практически на поверхности видимость, а сущность они не достигают. А Ленин показывает, что в современном мире планомерный захват всех, большую часть источников сырья, которые стекаются в определенные места, за несколько сот километров, где происходит производство готовой продукции, учитываются малейшие детальные нюансы того, сколько будет производиться, сколько нужно создать продукции. То есть обобществление производства – это развитие производственных отношений. В современной России имеются? Да, в современной России у нас есть производство, как, во-первых, после того, как в настоящий момент сохранились все-таки и большие промышленные производства, но, конечно, они во многом разрушены, но в то же время все это сейчас создаются крупные монополии, такие как объединенная соцстроительная корпорация, там высота, педерина, деленная корпорация. Спасибо. Олег Николаевич, а у вас какое образование? У меня два образования – военное, техническое и экономическое, финансы и кредиты. А где вы экономические? Отличное. А был такой вуз – не государственное образовательное учреждение, финансово-экономические институты. Ага, понятно. Спасибо. Ну, потому что отличный. Да, отличный, конечно. Пожалуйста. Счастливый, пожалуйста. Спасибо. Михаил Алексеевич. Так, вопрос пятый. Да, пожалуйста. Сущность является отрицанием всякого бытия, что является снятием содержания. Видимо, видимость – это сущность, по сути, меняется. В чём? Второе. Отрицание кеметрия. В чём? Второй бытие лишённой сущности. Так. Второй раз. Да, да. Положение о том, что, обоснуть себе положение о том, что империализм есть канон социалистической революции. Ну, собственно говоря, империализм – это страх, вторая стадия, первая финальная стадия. Капитализм, вот, она является собой укропнением производства, созданием монополии, вот, и тем самым она готовит почву уже для, так сказать, социалистического преобразования. То есть, ну, социалистическая, ну, можно сказать, монополия, да, то есть это, ну, то есть капиталистическая монополия, она направлена на извлечение прибыли. Да. Если мы играем в широкий класс рантье, да, то есть вот бесполезный класс, который потерял уже свою ценность, да, то есть оставляем только тех, кто ещё может, ну, как бы, пользу приносить, да, управленцев, которые становятся директорами, ну, вот, и, собственно говоря, эту монополию направить на полное всестороннее развитие. То есть как будто уже следующий шаг. Ну, если вот так не получится, то, возможно, скатывание обратно к капитализму. Ну, то есть у нас два варианта. Куда скатывание? Да, обратно. Ну, то есть капитализм может скатиться в картовую систему, то есть если листы социальных становятся, то полностью может. Короче, если не социалистическая революция, то это причина не случится, то это может случиться обратно. Да. Говорить надо уверенно, чтобы товарищи слышали, что вы говорите. Прямо в дикость мы скатимся, ну, никакого металлизма не будет, просто дикость полная. Да, это, конечно, не налевает. Достаточно? Достаточно? Да. Пожалуйста. Так, советская власть – организационная форма, диктатура правящего класса. Собственно говоря, пролетарскую демократию осуществляет советское государство, ну, как и любое другое государство, оно представляет собой диктатуру господствующего класса, но, в отличие от других, она представляет собой диктатуру большинством и большинством, то есть переводят. Вот, собственно говоря, диктатура – это осуществляться, ну, советами, как самой наиболее устойчивой формой. Ну, как были другие формы, но советская, форма советов – это, конечно, и более устойчивая. Ну, то есть переводить, например, как советовать войну. Достаточно. Какой вопрос? Советская власть – это организационная форма, диктатура… Ну, уже рассказывали здесь довольно хорошо. В чем отличие Совета от парламента? Ну, принципиально, там несколько различий, соответственно. По Совету оно исполнительное и законодательная власть, нет разделения. Дальше депутаты не получают никаких преференций, в отличие от депутата парламента. А, ну, соответственно, нет отрывов производства в идеале, нет денежного ценса. Выборы, соответственно, происходят не по территориальным кругам, а происходят от завода. Ну, и отзыв. А, ну, да, соответственно, на заводе могут отзыв. А советская власть, кроме Советов, что уходит еще? По парламенту. А вот Советы? Собственно говоря, есть городские, все Советы. Это Советы? Ну, да. А кроме Советов? Ну, коммунистическая партия тоже участвует. Ну, партия в систему Советской власти уходит. Еще. Про союзы. Про союзы. Два. Два, я говорю. Про союзы. Про союзы. Партии еще. А организации? Общественной организацией. Общественной организацией. Все? Да. Значит, Советская власть – это система диктатуры пролетариата, да? Куда входит масса организаций всяких. А Советы – это основной государственный орган, вокруг которого вся система этого власти вращается. А направляющей движущей силой ее является Коммунистическая партия. И вот этот момент как-то не очень сегодня прозвучал, что Коммунистическая партия движет Советами, руководит Советами. И пока есть Коммунистическая партия, руководящая Советами, есть и Советская власть. Как только что-нибудь колыхается с Коммунизмом, с Коммунистической партией, так Советы пропадают. В том числе это подтвердилось и на уровне СССР. Коммунистическая партия загнила, и Советы сначала были перенесены, а потом и совсем задвинуты. Хотя шли, товарищи, значит, у нас съезд народных депутатов СССР под лозунгами «Вся власть Совета». И выбрано было на первый съезд народных депутатов СССР Горбачевский 85% членов КПСС. Только коммунистами они не были в основном. Были просто членами. Да, были членами. Хорошо. Ну, ладно. Ну, можно хорошо поставить, наверное. Так. Еще. Это последний, наверное. Заключительный. Заключительный. Мы и так повысили все возможные лимиты. Так, ну, пожалуйста, назовите себя. Ярослав Михаил Валерьевич. Пожалуйста, Михаил Валерьевич. Первое. Тожество различий и противоречий. По Гегелю противоречие является движущейся силой всякого развития. Противоречий проходит три этапа. Это возникновение, развитие и разрешение. Процесс, описывающий противоречия, основывающий на тожество, различия и противоположности, которые разрешаются противоречия. Тожество разных предметов, означает, что предметы равны, совпадает, а тожество одного предмета, самому себе, одновременно тождественным и не тождественным. Тожество всегда относительно, а разные предметы, они имеют разность. Если рассматривать разность как в динамике, то можно сказать как о категории различия. Разность нарастания, которое выражается в различиях, проходит два этапа. Сначала различия несущественные, потом различия существенные. И они переходят в противоречие. Противоположность – это различия, которые достигли максимальных размеров и сформировались как в единой системе предметов, которые одновременно взаимодействуют с собой и являются противоположными. Противоположность переходит в противоречие. Соответственно, противоречие – это взаимодействие противоположности. Которые разрешаются либо, как было ранее сказано, разрушением, либо создаем основания. У меня все по первому вопросу. Второй? Второй – это пять признаков империализма. Первый признак – это концентрация капитала и промышленности на этапе развития общества путем создания монополий. Второй признак – финансовый капитал и промышленный путем срачивания создается финансовая олигархия. Третье – преобладание вывоза капитала над вывозом товаров из страны. Четвертое – создание крупных международных союзов капиталистов. Мое понимание – на глобализм, по-современному говоря. И последнее, пятое – это окончание раздела земель крупными империалистическими державами. Добавляет себя, что существует это до создания и появления нового игрока. И следующий вопрос – это борьба с реставрацией капитализма в СССР. В моем понимании, что борьба с реставрацией капитализма в СССР практически не велась, либо она велась неэффективно, поскольку существующий у нас исторический опыт говорит нам о том, что реставрацией капитализма в СССР удалась. Несмотря на то, что в свое время в 13 апреля 1928 года на московской конференции Личейки Сталин говорил, что мы должны вести борьбу постоянно, поскольку при построении социалистического государства международный капитал будет нам мешать. Если же мы откажемся от этой борьбы, то международный капитал нам всячески поспособствует прекратить эту борьбу, и социалистического государства, наше государство может превратиться в добрую буржуазную республику. Следующий шаг реставрации капитализма и, как шаг, наверное, прогресс, это был 1961 год, когда был на 20-м съезде доклад Хрущева, в результате которого никто не возразил, ну а в конечном итоге это оформилось на 22-м съезде 1991 года. В этой ситуации получилось, что КПСС отказался от диктатуры продуктериата, от социалистического производства, и как ведущая партия стала выразителем буржуазии. Ну а в союзе рабочих классов, на мой взгляд, в должном мире они оказали свое сопротивление или борьбу для того, чтобы не допустить реставрацию капитализма для всех. Так была борьба или не была? Нет, борьба существовала, но... В ареставрации сказали, а в борьбе-то ничего не сказали. Борьба была, но выражалась она в митингах. В 60-м году был расстрел рабочих на очередной краске. В 62-м? В 62-м, прошу прощения, Владимир Владимирович. Когда рабочие выступили против, это речь шла о повышении нормы труда, уменьшении расценок условий труда. Так это они не с реставрацией боролись, а с начальством глупым, которое так резко выступило против нормального требования рабочих. Объединенный фронт трудящийся такой, что это говорит по-моему названию? Или движение коммунистической инициативы, например? Я слышал, но не слышал результатов такой фронтизации. Вся разница. Да, но это вы на лекциях не присутствовали. Об этом мы рассказывали, говорили. Что борьба была все-таки. Там, скажем, была создана компартия РССР вот здесь вот в 90-м, 91-м годах. Это был результат борьбы с Горбачевщиной. Когда коммунисты России поняли, что борьба на уровне СССР проигрывается, но в РССР еще можно собрать коммунистические силы. Они были более-менее собраны. Но Горбачев и тут, значит, обыграл. Во-первых, Полоскова назначили, значит, первым, во-вторых, постарались, значит, своих людей расставить по командным вершинам. И так или иначе это движение тоже Горбачев сумел скомкать и опередить, скажем. Там собирались товарищи провести съезд в сентябре с отставкой Горбачева. Но Горбачев и Горбачев, видите, спровоцировали путь в опусте и таким образом сорвались отзыв этого съезда. Так что там была борьба и в ней, конечно, надо бы разбираться людям, которые хотят разбираться в политике. А что такое разность? Разность? Да. Вопрос на засыпку. Ну, разность, если взять относительно самого себя, то есть речь идет о том, что в один момент. Вопрос на засыпку. Он изучается во втором классе. Вычитание? Да. Это результат вычитания. Пять отнять три. Будет два. Так два, вот это и есть разность. То есть разность представляется как вот что-то такое разное, да? Что-то различное, состоящее из двух. А на самом деле разность – это самостоятельное бытие. Она – результат. Единое, единичное. А что такое две разницы? Две большие разницы? Это так говорят в Одессе. Этим не могу. Так, не могу. Хорошо. Творительно? Нет. Ну, хорошо, да поставить, конечно. Хорошо. Спасибо, Михаил Валерьевич. Спасибо. Так, одному Михаилу Валерьевичу только не досталось книжки, да? Нет, у меня есть. А есть? Давай еще. За исчерпание. Тогда нормально. Слушатели, пришедших на экзамен, экзамен завершается. Всех поздравляем с успешным окончанием первого курса Красного университета. Ну и напоминаем, что второе, первое отделение, да? Второе отделение у нас длится бесконечно. А это только начало? Все, кто закончил первое отделение, переходят на второе отделение уже прямо сейчас. Если нужны будут какие-то консультации, пожалуйста, приходите, консультируйтесь. Если хотите прослушать какие-то недослушанные лекции, приходите дослушать лекции. Недослушайте. Да, пожалуйста, заключительное слово. Так, ну что ж, дорогие товарищи, вы прошли трудный, достойный и, я думаю, достаточно интересный курс. Получили образование такое социально-политическое. Стали специалистами, пропагандистами, агитаторами. Во всяком случае готовы вести эту деятельность. Вот, но мы еще ориентируем наших выпускников и на научную работу. То есть, человек, когда пишет что-то, он тоже развивается. И у вас сейчас есть такие основы, которые позволяют вам писать какие-то статьи, заметки. Вот по темам, проблемам, которые мы здесь изучаем. Значит, в августе мы проводим конференцию, которая называется «Сталин. Вождь строительства социализма». Значит, если у кого-то есть мысли, если кто-то хочет написать статью из этой тематики, пожалуйста, пишите, присылайте, выступайте на конференции. Не обязательно она будет опубликована или не обязательно вам дадут слово. Почему-то же там Организационный комитет, он смотрит, кто все-таки созрел до публикации, а кому еще надо поучиться. Но это само по себе интересно, что вы попишете, проверите свои силы. Ну и у кого получится, можно развиваться дальше в этом направлении. Ну и кроме того, конечно, я присоединяюсь к Денису Борисовичу, что учеба не заканчивается. Мы здесь учимся всю жизнь. Скажем, я вот всю жизнь изучаю науку логики, да и другие дисциплины. Скажем, там Аристотель, Капитал. У нас это настольные книги. Энгельс, происхождение семьи и частной собственности, и мы даже у нас настольные книги. Да. И Ленин говорил, что антидюринг должен быть настольной книгой всякого сознательного рабочего. Кстати, у Сталина всегда настольный антидюринг, диалектика природы. Вчера, когда я был в музее Кирова, у него масса литературы и масса изданий Ленина, Сталина, Капитала, других классиков. Поэтому учиться теперь надо всю жизнь. Ну и здесь, я думаю, что вы получили дополнительную хорошую основу. Поэтому мы желаем вам дальше продолжать учебу, дальше развиваться, включаться в общественную жизнь, быть активными участниками строительства более хорошей России, чем она сейчас есть. Успехов сегодня и лучшего. Слово имеет за... Так, дорогие товарищи, поздравляю вас с окончательного года. Вот, все достойно прошли. Нелегкий путь. Вот. Хочу вас поздравить. Еще хочу дополнить, так сказать, Лена по поводу второго отделения. У нас для окончивших Красный университет есть такой бонус, как кружок любителей гегелевской диалектики. Он уже со следующего года. Вы можете туда записаться и приходить. Один раз, получается, два раза в неделю, по вторникам. Ну, место проведения будет уточняться, но, скорее всего, здесь не будет. Два раза в неделю, два раза в неделю. Два раза в месяц. Два раза в неделю, по вторникам, скажем, по вторникам. Ну, там это было, ну, не знаю, сохранится это или нет, или как-то поменяется, но где-то такой график. Так это с самого начала начнем, или дальше как-то понятие? Там дальше все идет, там будет продолжение. Вы можете ознакомиться на канале Фонда Рабочей Академии, там последнее какое было занятие. Если вам нужно это, необходимо, интересно, приходите. Ну, я хотел бы, вот, дипломы тем, кому хватило, тем, кому хватило, и всем досталось, да. К сожалению, что-то густо пошло. Я для вас посылка, но у вас готовы? Как будут готовы новые дипломы, я, как говорится, вы меня все знаете, куда мне писать. Я думаю, в течение двух недель на этот вопрос решаю. Так, а теперь давайте я раздам. Тимошенко Татьяна Алексеевна, поздравляю вас. Татьяна Алексеевна, Петра Ватарина Николаевна, Романов Алексей Николаевич, Артемьевна, Петра Ватарина Николаевна, Романов Алексей Николаевич, Артемьевна, Алексей Николаевич, Евгений Николаевич Всем спасибо, товарищи А теперь встаньте, пожалуйста, чтобы делать духовную фотографию Продолжение следует...